Что вы знаете о Туле? Что это один из древнейших городов России, который славится своими пряниками, оружием и самоварами? А знаете ли вы, что именно здесь придумали Новый год? Об этом стало известно благодаря летописям. В них говорится, что первый праздник отметили именно здесь, в 1146 году. Этот же год считается датой основания Тулы. И вот что интересно, если сложить все цифры 1 плюс 1 плюс 4 плюс 6, то в сумме мы получим 12. 12 месяц декабрь, как раз когда и отмечают Новый год. Ровно столько же символов во фразе «С Новым годом». Идем дальше. Об этом писал и известный уроженец Тулы, Лев Николаевич Толстой. В своем романе «Война и мир» он описывает первый бал Наташи Ростовой, который проходил именно 31 декабря. Продолжим. С 350 года до нашей эры главным новогодним украшением в мире всегда были медовые лепешки. В Германии их называли «лепкухен», во Франции «пейнт пицц». В Америке «имбирный человечек», в России же просто «пряник». А теперь угадайте, чьи пряники знамениты на весь мир? Все еще мало? Тульский левша подковал блоху в подарок на Новый год. Самый первый оружейный завод в России появился именно в Туле. Потому что нужно было защищать Новый год от захватчиков. На нем выпустили так много оружия, что под склад пришлось отдать целую набережную. Но в этом году Тулу наконец признали новогодней столицей России и горожане успокоились. Оружие переместили в музеи, а Тульскую набережную отреставрировали и открыли для новогодних гуляний. Далеко не все знают, что Тула еще и родина древних животных. Здесь расположен единственный в России зоопарк рептилий и знаменитый памятник динозавру. Тулики любовно называют его памятником тещи, что говорит о том, что семейные традиции зародились тут еще в доисторические времена. Но и это еще не все. Ежегодно с 1 декабря миллионы подарков прячут по всему городу, и их может найти любой желающий. Не веришь? Зайди на сайт проекта «Тула. Новогодняя столица России». Затем приезжай сюда, гуляй по городу, и ты узнаешь, что в этом ролике оказалось правдой, а что вымыслом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова